Всем привет! Меня зовут Дамир Вакилов, я тренер русской шахматной школы, и я часто провожу пробные онлайн занятия. Порой ко мне на пробные занятия подключаются самые юные ученики, которым даже не всегда бывает 5 лет, и на вопрос, почему вы решили научиться играть в шахматы, мне отвечают. Я увидел в мультике шахматы, и мне понравилась игра в мультике, персонажи очень интересно играли, и я тоже захотел научиться. И поэтому сегодня я хочу рассказать вам о мультиках, с помощью которых дети влюбляются в эту прекрасную игру. Начать я бы хотел с одного очень популярного мультика про Машу и Медведя, ведь там Маша, которая практически не умела играть, и как многие дети в юном возрасте увидела, как играют взрослые, и заинтересовалась этой игрой. В этом мультике также Медведь и Волк играли партию, причем смотрелись они очень серьезно, вдумчиво, очень долго искали какие-то комбинации ходы, долго не могли найти нужный вариант, а Маша всегда приходила, и проходила нужный ход всего лишь буквально за несколько секунд. Она всегда ходила конем и делала при этом очень смешной звуковой эффект своего хода. Она говорила, тыг-дыг, 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 качи, скачи мой коник. Скачи, скачи мой коник. Тыг-дыг, 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 тыг-дыг. И очень часто с помощью этого хода она ставила мат, и после того, как Волк и Медведь научили играть в шахматы, она всегда их выигрывала и ставила мат именно конем, напевая при этом вот эту забавную песню. В какой-то момент они даже решили украсть у нее с доски этого коня, но каким-то чудом этот конь снова появился на доске, и с помощью этой фигуры и прекрасной песни «Скачи, скачи мой коник», тыг-дыг, 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 Маша снова выигрывала партию у персонажей из мультфильма «Маша и Медведь». Кстати, эту песню также очень многие дети, которые подключаются на пробное занятие, напевают, и поэтому они знают, как ходит эта фигура. И еще один мультфильм, где шахматы играют тоже ключевую роль, это «Фиксики». Нолик, главный персонаж этого мультфильма, попадает на шахматную доску, где деду сыграет с профессором, и у них на шахматной доске не хватало всех фигур, а именно не хватало пешки. Они заменили ее катушкой, которая нужна была фиксикам. Нолик вызвался играть за шахматную фигуру, за белую пешку, которой не хватало на доске. Фиксики забрали катушку, а Нолик, не умея играть в шахматы, просто выполнял все действия, которые дедус ему говорил. И его так заинтересовала эта игра, что потом, в конце, когда он пешкой дошел до конца и превратился в ферзя, не захотел уходить с доски и хотел играть дальше, дальше и дальше. И очень радовался, что он помог дедусу обыграть своего сильного соперника. Нолик, вперед! Ура! Подойдем. Вперед! Сейчас я съем коня! Не догонишь! Давай, пешка, еще вперед! Дед, дедус! А дальше куда? Тут край! Никуда! Теперь ты ферзь! Что? Такое правило! Пешка, которая нашла до края доски, становится ферзем! Ура! Я первый! Я толстой, сильный, бегай! Также шахматы бывают не только в современных российских мультфильмах, но и в советском мультике. Всем известно в советском мультике «Чебурашка и крокодил Гена», по мотивам которого, кстати, даже недавно сняли фильм. Так вот, в этом советском мультике также крокодил Гена, как опытный шахматист, играет партию сам с собой, анализирует ее. Ну, в какой-то момент понимает, что от дому играть грустно, скучно и прекращает игру. Ну, а затем они уже играют вместе с «Чебурашкой», потому что вдвоем, конечно, играть интереснее. «Крокодил Гена» учит играть с «Чебурашкой» в шахматы. Также профессионально, как «Крокодил Гена» учил играть с «Чебурашкой» в шахматы, обучают играть тренеры в русской шахматной школе. Поэтому записывайте на пробное занятие своих самых юных шахматистов, и мы приложим все усилия, чтобы сделать из них профессиональных шахматистов и, возможно, будущих чемпионов мира. Записывайтесь на бесплатное пробное занятие по ссылке в описании. Возможно, вы попадете на пробное занятие ко мне, и я сделаю первые шаги для вашего ребенка в шахмат. Еще один советский популярный мультик «Ну, погоди», где достаточно простой сюжет, где волк гоняется за зайцем. И одна из серий этого мультфильма также посвящена шахматам. Там очень много животных играют в эту прекрасную игру, и на доске сидит заяц. Один заяц, и волк, конечно же, идет к нему, чтобы играть в шахматную партию. Но если заяц был готов сыграть полноценную партию и был интересован этой игрой, то волк спустя пару ходов понял, что намного проще играть в Чапаева, и начал просто бросать фигуры в зайца. Ну, зайцу это, естественно, не понравилось, и, как выяснилось чуть позже, это был не тот заяц, за которым гонялся волк все это время в течение всего мультфильма. Это был какой-то большой заяц, возможно, брат того самого зайца. И волк, естественно, получил по заслугам в этой серии, и заяц сыграл волком в баскетбол. Вот такой вот интересный сюжет был в советском мультике. Ну, погоди. Шахматы, кстати, это яркий пример того, что совсем не нужно делать вывод о своем сопернике по внешнему виду. Порой соперник может быть совсем щуплым и маленьким, но может быть сильным шахматистом. А если человек достаточно крупный и большой, то совсем не значит, что он хорошо играет в шахматы. И возвращаемся к современным мультфильмам. Смешарики, популярный мультфильм, где персонажи попадают в абсолютно разные ситуации, и одна серия посвящена игре в шахматы, где Копатыч и Бараш играют в шахматы. На примере этой серии, кстати, я ее периодически показываю на шахматных сборах самым юным шахматистам, и на примере этой серии говорю, что очень важно долго продумывать свои ходы, потому что эту партию Копатыч и Бараш играли действительно очень долго, и их партия шла достаточно напряженно. Шахматы — это игра не на скорость, здесь абсолютно не нужно быстрее, быстрее, быстрее своего соперника делать ход. И эта серия смешариков как раз хорошо это демонстрирует. Также еще один современный мультфильм, в котором встречаются шахматы — это «Три богатыря» и «Наследница престола». В этом мультфильме Василев сыграет в шахматы с Елисеем. Кстати, в этой партии Василев и Елисей играли на наследницу, именно поэтому мультфильм и называется «Наследница престола». Вам мат, Ваше Величество. Не понял? Тьфу ты, римская колесница. Я пойду, Ваше Величество. Мне на службу пора, а еще кольцо вернуть надо. Сядь. Не договорились. Ну тогда мат не мне, а тебе. Еще один современный мультфильм, про который я хочу рассказать, который дети также наверняка многие смотрели — это «Три кота». Компот, персонаж из этого мультфильма, очень хочет играть в шахматы и очень хочет играть в соревнованиях, побеждать и выигрывать. Но для этого ему нужен сильный соперник, сильный оппонент, с которым он будет тренироваться. Если мне не с кем будет тренироваться, я не стану великим шахматистом. И в этом мультфильме с кем он только не играл. Но кто-то вообще не знает, как играть в шахматы, кто-то играет совсем плохо, кто-то слишком эмоционально реагирует на потерю фигур и сразу бросает все фигуры с доски. Но потом «Три кота» вспоминают, что дома у них есть кубки и медали как раз за шахматные турниры. Они подумали, что папа играет в шахматы, что папа в детстве был чемпионом и просят Компота сыграть с отцом семейства. Я вспомнила, у папы в кабинете стоят шахматные призы. Ага, значит папа отлично играет в шахматы. Но Компот выигрывает эту партию буквально за пару ходов. Хотя-то удивляются, как же так? Как же чемпион проиграл партию так быстро? Ну, затем папа объясняет, что в шахматы играл вовсе не он, а мама. Шах и мат. Молодец, Компот. Как ты так быстро проиграл? Ты же чемпион, у тебя вон сколько призов. А, так это не мои, это мамины. В школе она играла в шахматы лучше всех и всегда занимала первое место. Я знаю, что надо делать. Надо позвать маму. И вот с ней уже у Компота была очень напряженная и интересная партия. Мама похвалила Компота за эту игру и сказала, что с таким настроем и с таким интересом Компоту точно по силам любые турниры. И у него будет тоже много кубков и медалей. Шах и мат. Вот это да! Компот, ты прекрасно играл. Похоже, в нашей семье подрастает будущий чемпион. Ура! Миу, 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 миу. Также много кубков и медалей у ваших детей будет, если вы запишите их в русскую шахматную школу на пробное занятие. Напоминаю, что ссылка в описании под видео. Ну и в популярном тележурнале Еролаш там тоже есть несколько интересных серий про шахматы. В одной из них мальчик играет с собакой. Девочка подходит и удивляется, какая у тебя умная собака, что мальчик парирует. А какая умная? Я ее 3-1 обыгрываю. Ух ты, его дает. Мальчик, какая темная собака. Тоже мне умный. Я выигрываю. 3-1. Вот такие вот истории тоже случались и в киножурнале Еролаш. Играйте в шахматы, приучайте своих детей играть в шахматы. На примере, возможно, одного из этих мультфильмов ваши дети заинтересуются этой игрой и захотят научиться в нее играть. А это первый шаг к тому, чтобы начать шахматную карьеру и выигрывать в турнирах.